И дети нашей воскресной школы приходят на занятия сюда у нас, занимаются, изучают запад Божий, изучают молитвы, узнают об иконах. И сегодня они для вас приготовили такой праздничный утренник и очень интересную акценку. Поэтому давайте посмотрим. Так хорошо, я начинаю сбежу. Ой, не спрашивай. Нельзя слабо написать, что с нами сегодня ночью произошло. Ну, скажи, а я надеюсь, что я вспоминаю. Нас ночью поставили охранять гроб одного иудея из Беливии. Говорят, что он был как пророк. Но его окрепитали иудейские первосвященники и распяли на кресте. После этого первосвященники стали опасаться, чтобы тело этого невинного страдальца не украли. И попросили самого понтия Пилата поставить стражу угроба. Я слышала об этом человеке. Говорят, Валей и Сын. А он много того сделал людям. Так вот, ночью мы дежурили угроб, как вдруг овощ сделалась большой землетрясением. Я и мы сослужили, упали от страха над землей. Когда начнулись, то тело мертвеца исчезло. Что-то случится под 20 дней. Мир в дом вашему. Уважаемый добрый воин, у меня к вам и твоему сослуживцу есть разговор. Внимательно слушаю. Я вам дам большую сумму денег. А вы должны сказать, что уснули, а ученики Иисуса Христа пришли и украли его гроб. Я также задолжу Лата, чтобы он вас не наказал. Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, идите, скажите всем апостолам, что он воскрес из мертвых. Оповедующих вашему мирному воскресенье. И Господь Иисус Христос, и нас, твоим ученикам, удостоверяя их в своем воскресенье. И наставляя в голове, а потом в славу, на днести на него. А через несколько дней на и послал Духа Святого Набзора. И они понесли в свой мир и в вашу стильность. Всех, кто узнавал о воскресенье Христе, принимали святое крещение. И в святое крещение Господа родило чудеса. А потом и получили вещи от остальных. В одном христианской стороне жил король и королева. Долго не было людей, и на конец его ловим дружкам. Я, король и королева, королева, так как и было. Крестная мама, я пригласила ей всех тех благочестивых христианок, которые молились о ее развивании. Их всем, всем крестных. Их всяких, не кажется. Чтобы не было у нас неприятностей, одну женщину я не пригласила, хотя она очень хотела. Занимается она, говорит, всяким колдовством. Такую крестную нам не надо. Многие гости, друзья, чтобы у вас съездят, угощайтесь с яблочкой и танцуйте. У нас будет саладочко. Вторая королева, с яблочкой, подходит к крестной маме с пожеланием к лестнице. Глазико, чтобы все было самое красивое на свете. Дальше идти. По-моему, нет. Привет. Я желаю, чтобы у тебя было самое доброе сердце. Я желаю тебе, чтобы у тебя были самые не обыкновенные, а вонянные. Я желаю тебе, чтобы у тебя была самая вина на свете. Желаю тебе, чтобы у тебя была красивая и милая сердца. Желаю тебе, чтобы у тебя была радость и улучшение в своем родителе. Желаю тебе, чтобы у тебя был прекрасный круг и красивый голод. Когда он узнал о Кристиану, то пришел на торжество. Кристиан был очень обидчивый. На кого обижался, к тому же узла и делал партию. Потому что в городе жила благочестивая Кристиан, молитвенца и гостинка. Она тоже услышала о Кристиан и принцессе и пришла на торжество. Хоть и приятно. Дорогой король, королева и гости. Большая радость и торжество. Не знаю, что я так обижаю. Смотрите, он что-то себя бубнит и колдует под глаз. Как же нам сделать парик улетежа от его колдаска? Я знаю такую молитву, которая опреждает все это зло. Давайте пропоем ее вместе. Христос воскресе vrijу, смертью снегка права, Исуча до вер Laurava. Христос воскресе vrijу, смертью снегка права, Исуча до веры,fo fa, Добро пожаловать! 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 Добро пожаловать!